Всем привет! Вы на канале Коллекционеры, Монеты и Банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте РСФСР 5000 рублей 1922 года. Параметры банкноты. Размер составляет 210 на 127 миллиметров. Материал тонкая бумага белого цвета. Водяной знак повторяющийся шестиконечные звезды, образующие шестиугольники. Данная банкнота была введена в обращение летом 1922 года. Использовались в качестве средства платежа до 1 октября 1923 года. Лицевая сторона разделена на две части. Узкое белое поле слева, серии номера внизу, справа широкое поле с прямоугольной узорчатой рамкой. Вверху, посередине в обрамлении лавровых листьев и барельефов, изображен герб РСФСР. Образца 1920 года. В центре фигурной рамки в две строки имеется надпись. Государственный денежный знак. Далее указан номинал прописью 5000 рублей. Под номиналом обеспечивается всем достоянием республики. Ниже имеются подписи народного комиссара финансов и главного кассира. Внизу крупно указан номинал число 5000, под ним слово рублей. Оборотная сторона состоит из двух полей, узкого белого без надписи и рисунков справа, и широкого цветного слева. Посередине цветного поля сложенная фигурная рамка с узорами. В углах гелиширные розетки. Под верхними розетками еще две пятиугольные с числами 5000, расположенные под углом. А над нижними две крупные пустые розетки. Посередине в еще одной рамке имеется надпись. Один рубль выпуска 1922 года равен 10 тысячам рублей всех ранее выпущенных образцов. И обязателен к приему согласно этого расчета для учреждения республики и частных лиц. Далее под чертой год выпуска банкноты 1922. Внизу находится картуш с надписью в три строки «Подделка преследуется по закону». Теперь рассмотрим цену банкноты 5000 рублей 1922 года. Разделяют 5000 рублей 1922 года по разновидностям подписей кассиров. Могут быть с подписями Беляева, Дюкова, Козлова, Колосова, Ложкина, Онникова, Порохова, Сапунова, Селява, Силаева. Подпись Народного комиссара финансов не отличается. Везде стоит Кристининского. Определите, как именно у вас и запомните. Начнем с банкноты с надписью «Образец». Цена такой банкноты в состоянии «Файн» составляет 100 000 рублей. В состоянии «Вэри Файн» цена составляет 200 000 рублей. А в сохранности «Экстрели Файн» цена составляет 300 000 рублей. Теперь переходим к стандартным банкнотам. Они могут быть с подписями кассиров Беляева, Дюкова, Козлова, Колосова, Ложкина, Онникова, Порохова, Сапунова, Селява, Силаева. Цена данных банкнот в состоянии «Файн» составляет 15 000 рублей. В состоянии «Вэри Файн» цена составляет 22 000 рублей. А в сохранности «Экстрели Файн» цена составляет 28 000 рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние «Онциркулейта» действительно коллекционное. Данная сохранность – это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии «Онциркулейта» и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкнота 5000 рублей 1922 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok